Итак, у нас сегодня американский поп-арт. Мы уже немного касались этой проблематики, смотрели с вами видео-лекцию Вэнди Бэккетт, посвященную Энди Орхолу и Джасперу Джонсу, но это был столь беглый обзор, что я не могу это зачесть за полноценную лекцию. Поэтому сегодня мы с вами рассмотрим философию поп-арта, постараемся проанализировать некоторые избранные полотна этих художников с точки зрения смысла. И художников я на сегодня наметил три. Это Джонс, Раушенберг и Лихтенштейн. И с Джаспера Джонсом мы с вами и начинам. В прошлый раз, как вы помните, мы анализировали английский поп-арт, зарождение поп-арта, посмотрели, что поп-арт появился именно в Великобритании в конце 40-х годов, но все эти работы были выполнены в коллажной технике. То есть это были не картины. А Джаспер Джонс же создает первые картины, выполненные в технике поп-арта. Но и тут не все так безоблачно. Дело в том, что саму фигуру Джонса весьма проблемно однозначно отнести к поп-арту. То есть Джонса называют то представителем поп-арта, то представителем неодадаизма, потому что на него оказал колоссальное влияние Марсей Дюшан, то иногда причисляют даже к концептуализму. И на Джонса оказал значительное влияние Раушенберг, который работал во всех известных в середине 20-го века стилях. Джаспер Джонс в полном смысле слова является нашим современником. Это художник, который ныне живет и здравствует. Как вы видите, по дате рождения он немножко старше Альфреда Шнитхи, именем которого называется сие учебное заведение. Но в отличие от последнего, он еще живой. Джонс интересен тем, что он вышел из абсолютной глуши. То есть если мы часто знаем, как художники рождаются в столице, а еще зачастую в семье представители этой же профессии, из музыкальных деятелей таким наиболее наглядным, наверное, может послужить фигура Моцарта, где человек просто не имел права не стать музыкантом, то в случае с Джонсом ситуация обратная. Это такой своего рода американский Ломоносов. Он рождается в жуткой глухомане в Южной Каролине. Как сам он описывал эту ситуацию, что в том месте, где он родился, не просто не было художников или писателей. Там даже никто не знал, что такое искусство. И после переезда Джонса в Нью-Йорк он знакомится с Раушенбергом, о котором мы сегодня еще поговорим. Это тоже крупный художник очень. И именно эта встреча, пожалуй, оказалась судьбоносным, потому что после этого Джонс становится Джонсом. Он создает серию полотен в стиле, который сейчас именуют часто поп-арт. И если его флаги 50-х годов действительно считать поп-артом, то он является не только создателем первых картин в стиле поп-арт на территории Соединенных Штатов, но и первых живописных полотен, выполненных маслом в технике поп-арт. Потому что, повторюсь, британский поп-арт – это коллажи. И начнем, пожалуй, с самой известной работы Джонса. Мы бегло уже на нее смотрели в видеоролике Венди Беккетт. Это флаг. Ключевая идея для этой картины может быть охарактеризована как идеология. Идеология, которая скрывает под собой любые факты, интерпретируя их. То есть можно из совокупности абсолютно любых фактов представить совершенно разные позиции, как вы сами понимаете. То есть сами по себе факты по сути не говорят ни о чем. Они начинают там что-то говорить, когда хотят что-то сказать. А вот что-то сказать означает идеология. Подпасть под идеологическую позицию. Что позволяет мне интерпретировать эту, на первый взгляд, безобидную картину, иллюстрирующую американский флаг, как символ, скрывающий нечто идеологии? Посмотрите на приближенный фрагмент этой картины. Эта картина нарисована не на холсте. На холст наклеено огромное количество газет. И поверх газет нанесена кардаска. Где-то ее не видно совсем газет, а где-то видно весьма и весьма хорошо. На этих фрагментах. Можно прочесть даже фрагменты текста, которые есть на этих газетах. Вот только целиком текст прочесть нельзя. Грубо говоря, газеты иллюстрируют собой описание неких фактов. И эти факты полностью сокрыты, растворены в теле идеологии. Не обязательно отрицание американизма. Он живет в Америке. Для него принципиальным является американская идеология. Это может быть с таким же успехом российский флаг или китайский флаг. Заметьте, как строятся курсы, которые вы проходите. Курс истории музыки или курс просто истории. Это русская история. Русская история не в смысле, что это история России. Это история с точки зрения. России. История не сумма фактов. Этих фактов не существует. Существуют факты с точки зрения определенной позиции. Так же, как не существует великих и невеликих имен. Эти великие и невеликие имена имеют значение только для определенного вопроса, для определенной культуры. Так же, как и русский Вагнер. Это не тот же Вагнер, которого любят Германия. Если для нас ключевыми работами того же Вагнера будет являться кольцо Нибелунга, прежде всего, то естественно, для немецкого нации, для немецкого народа такой работой будет югерский майстер. И это два разных фактов. Даже фигуры, которые имеют мировое значение, имеют мировое значение по-разному. То есть, эта работа не просто критикует идеологию в узком значении. Она показывает, что любые факты растворяются за определенную идеологическую позицию. А что было в этих самых газетах? А не представляли ли они информацию уже идеологизированной? Когда-нибудь читали газету, что там были просто факты? Естественно, нет. Более того, а какая рука говорит, что вот досуда, это факты, относящиеся к этой ситуации, а эти факты уже к ней не относятся? Один это сделает таким образом, а другой по-другому, и общая картина будет совершенно иной. Более того, я бы сказал, что вся живопись до Джонса тоже изображала всего лишь влаги. Мы же можем отследить, что живопись одних художников, это живопись Франции, живопись передвижников, это живопись России и так далее. Но они демонстрировали этот флаг в качестве презентации, не осознавая, а он показывает этот флаг в качестве репрезентации, демонстрируя, что стоит за самой картиной, при этом создавая действительно потрясающую по красоте картину. Этот флаг красив. Это не просто перерисованные красные и белые полосы, он красив сам по себе. Создается некое ощущение в том, что он развивается, что на нем играет цвет. Это и картина, и ее же рефлекс. То есть, получается, этим флагом Джонс задается еще и двумя другими вопросами. Может ли быть некая сумма фактов без оценочной позиции? Здесь мы видим, что такая позиция невозможна. Но почему? И с другой стороны, вставая сознательно на ту или иную позицию, ну, предположим, на позицию американской мечты, а можем ли мы ее полностью разделять? А это другой вопрос. И ответы на оба этих вопроса посвящены два других знаменитых флага Джаспера Джонса. Первый из них называется «Гелый ваг». Он написан в том же году, что и завершен собственный флаг. В 20 веке разыгралась бурная дискуссия, такая нешуточная между представителями искусства. Может ли искусство занимать нейтральную политическую позицию? То есть, может ли быть искусство ради искусства, искусство во имя самого себя, или искусство во что бы то ни стало должно быть ангажировано? Ну, ангажированное искусство, вы все знаете, как оно привлекалось различными диктатурами, будь то диктатура пролетариата в СССР, или директатура немецкой нации в Третьем рейхе. Все вы также учили такие фигуры, как Маяковский, да, гениальные стихи. Большую часть творчества человек потратил на ангажированный поэз. Или такие фигуры в области музыки, как Шостакович, Фитцнер, Хенцер. Авторы во блогах ангажированные. Более того, под ангажированность, я говорю, не значит, что они разделяли господствующие на потребы. Но являясь оппозиционером, человек тоже занимает политическую позицию. Однако многие деятели искусства были не согласны с политизированной позицией, отстаивая то, что искусство есть некий диалог души человека с вечной красотой, с идеей красоты. А значит, такие бренные проблемы, да, как сменяющиеся ежедневно политические лозунги, к искусству не имеют никакого отношения. Что-то может позволительно в оперетти, но не позволительно в высоком. И конец этому диалогу между одними и другими поставил великий социолог второй половины 20-го столетия. В какой-то степени, я бы сказал, что это единственный, по-настоящему достойный представитель всей науки, который с большой буквы может именоваться еще и философом, мыслителем. Его звали Пьер Бурдио. Так вот, Пьер Бурдио очень методично доказал, что никакой внеидеологизированной позиции просто не может быть. Когда мы отказываемся от занимания той или иной, так скажем, идеологизированной позиции, тем самым мы молчаливо соглашаемся с господствующей идеологией. Если мы говорим, что мы за искусство ради искусства в современной России, то значит мы полностью поддерживаем партию «Единая Россия». А что мы говорим уже не имеет ни малейшего значения. И данный подход Бурдио весьма интересен. Он перечеркнул, он поставил крест на всякой попытке сбежать от политического выбора. И я очень рад, что его работы теперь есть на русском языке, и более того, они продолжают пополняться. Вот только что вышла книга «На государстве», это курс лекций, который он читал в коллеже Франс. Коллеже Франс – это одно из самых престижных учебных заведений в мире. И оно одно из немногих, которое поддерживает свой высокий статус тем, что оно не дает дипломов. То есть туда нельзя пойти ради того, чтобы вы получили диплом. Но можно пойти только за знания. Там читают лекции по всем направлениям, самые видные мастера, и не о том, что они сделали 50 лет назад, а ключевое требование, чтобы они делились с публикой информацией о том, над чем они работают сейчас. Самое передовое знание самых видных ученых. И стенограмма лекций нескольких лет Пьера Бурдио о государстве, вот только что вышла, вон там на корочке даже 17-й год уже припечатан. Можно купить. А также мне известно еще пять книг на русском языке, опубликованные Пьера Бурдио. Просто говорю, потому что это одна из тех немногих фигур, которые, правда, перевернули представление о мышлении. Я не уверен, что вы все кинетесь читать Пьера Бурдио, а вот если вы потратите час своего времени и послушаете лекцию Александра Смулянского о Пьере Бурдио, я думаю, это доступно каждому. И это не просто будет некой тратой времени во имя чего-то, но, на мой взгляд, огромным приобретением. Потому что Мишель Фуко и Пьер Бурдио – это люди, которые поменяли самое представление о реальности. Так какое это имеет отношение к белому флагу Джонсона? На самом деле прямое. Но, думаю, все вы знаете, что символизирует белый флаг. Это флаг капитуляции. А белый цвет сам по себе является абсолютно нейтральным цветом. И вот на ножницах между нейтральностью капитуляции и построена картина Джонсона. То есть, получается, если мы верим в табло раса, в некую незамаранную позицию, в некую чистую доску, в некую нейтральную позицию белого цвета, то тем самым мы поднимаем белый флаг капитуляции перед ныне господствующим строем. И, естественно, так как он живет в Америке, то в данном случае просматривается сзади все та же самая идеология флага. Ну, для России, говорю, это был бы флаг российский или китайский, или какой угодно еще, смотря из какого локуса мы будем смотреть. То есть, если даже мы в искусстве уходим в какую-нибудь там сугубо духовную музыку, пишем там музыку на псалмы, да, казалось бы, какая тут агитка, никакой агитки, или пишем там попсовые песенки о любви и расставании, да, то этим самым, то есть отклонением в занимании определенной социальной позиции мы полностью поддерживаем партию «Единая Россия». Вот и все. То есть не бывает никакого текста. Бывает либо за, либо против. В одной из своих лекций Александр Смулянский приводит такой парадоксальный пример. Представьте себе человека, который там каждый день ходит в православную церковь, все совершает правильно по ритуалу, знает, как войти, когда прийти, куда свечку поставить, да? Ну, а про себя, когда ставят свечку, молятся Люциферу, Белялу или еще кому-нибудь, да. Так вот, что бы мы о нем ни думали, по самом деле он является эталонным воплощением христианина. Почему? Потому что для других он является знаком. А знаком, то есть собой, он показывает включенность себя в христианский дискурс. Те люди, которые рядом находятся, они же не знают, что он про себя говорит. Это не имеет никакого значения. Это имеет значение только для него. И оно полностью стирается тем мощнейшим знаком, который он привносит своей фигурой в этом храме. Он туда все время ходит, и он все время делает все правильно. Значит, он эталонный христианин. И он поощряет увеличение потенциальных адептов этой религии. Вот и все. То есть я в данном случае привожу это не для того, чтобы оскорбить чьи-то религиозные чувства, более того, ссылаюсь на совершенно конкретного философа. Это не мой пример. Но я лишь показываю, что если мы сделаем интроспекцию этого примера на жизнь политическую или жизнь искусства, мы получим то же самое. Если мы говорим, что мы будем петь песенки и плясать на эстраде, это значит, что мы полностью поддерживаем мы не сложившуюся ситуацию. И вот в чем еще одна весьма интересная вещь. Если мы все-таки соглашаемся с тем, чтобы занять ту или иную позицию, но предположим, мы разделяем этот американский флаг на все сто, или мы хотим стать оппозиционерами сложившейся политической диктатуры, полностью ли мы будем осознавать границы этой идеологии? Насколько сознательным будет наш выбор политический, когда мы говорим, что мы коммунисты? Или когда мы говорим, что мы там либералов? И этой проблеме посвящена следующая картина Джонса, которая называется «Три флага». Славой Жижик, которого вы уже все знаете по одной из видеолекций, которую мы смотрели, во многих своих работах, это не то, что я работу не помню, в которой он приводит эту цитату, он ее приводит почти во всех своих работах, он ссылается на следующее, что для исправного функционирования какой-то диктатуры необходимо, чтобы вовлеченные в нее участники имели возможность критиковать эту диктатуру. Не критиковать не с определенной иной позиции, а высмеивать ее в виде, так скажем, анекдотического дискурса. То есть, когда нам кажется, что нам такой ерундой мозг не промыть, когда мы за каждым утверждением видим идеологическую подоплеку, и мы понимаем, что мы можем над этим пошутить, мы можем друзьям сказать, что видите, какая ерунда, вот именно тогда мы являемся эталонными представителями этой самой идеологии. Как только нам кажется, что мы от нее свободны, мы от нее гарантированно не свободны. Мы всего лишь выходим из первого флага во второй, затем он и нужен. На первый флаг, простите, ловятся совсем многие. И не факт, что вообще кто-то ловится, он затем и нужен, чтобы скрыть просто второй за ним, идущий. Третий, четвертый, так до бесконечности. Дело в том, что, понимаете, шутить вы можете над любой доктриной сколько угодно, а делаете вы ли реально что-то против нее. То есть, если вы над ней просто шутите, если вы говорите, насколько она плохая у себя дома, вы все равно за нее. Мы опять попадаем в белый флаг. То есть, так скажем, критика диктатуры включена в логику самой диктатуры. Вот и все. Собственно, на ней она и держится. Более того, как вы сами отлично понимаете, даже оппозиция к диктатуре, то есть, только определенная оппозиция, тоже включена в саму диктатуру. Если есть определенный государственный строй, естественно, он держится на том, что есть те, кто против него. Если нет тех, кто против него, а зачем вообще нужно государство? Оно нас вообще оберегает. Чтоб хаос не наступил, чтоб друг к другу люди не попили убивать. Ну, тоже сомнительно, но тем не менее. Если таких людей становится мало, которые хотят всех попереубивать, то их можно добавить, чтоб поддерживать государственные стройки. Если нет террористов, то надо устроить террористы, чтоб поддерживать государственные стройки. То есть, прямая оппозиция определенной идеологии включена в саму идеологию. Иначе просто она работает не будет. Если оппозиция ей возможна, то только асимметричная оппозиция. Прямая оппозиция – это все та же самая монетка, но ее обратно, странно. Насколько же наши представления на самом деле осознанны? А вот тут стоит большой вопрос. В древние времена, особенно в ингуизме, использовалось такое всем известное понятие, которое обычно не пойми, с чем соотносят, как карма. В самом деле, карма – это не то, что люди там огрешили в прошлой жизни, потом им будет очень плохо, потом, если они долго пострадают, то потом будет хорошо. Но это такое вульгаризированное представление очень глубокого символа. И современный трансперсональный психолог Чаха Старт интерпретирует карму очень умно. Он говорит, что багаж кармы – это багаж наших неосознаваемых убеждений. Понятно, что наши неосознаваемые убеждения не нами созданы. Вот вам и прошлая жизнь. То есть мы их притащили, втащили в свой мозг из тех людей, которых уже больше нет в живых. Это, конечно, прошлая жизнь, но не наша. Ну, и естественно, если у вас этот багаж огромный, а убеждения очень и очень противоречивы, то в жизни оно будет вам мешать еще, боже, как. То есть будет оно мешать таким образом, что, скажем, можно и в мистику начать верить. Потому что если вы одновременно хватаетесь за расходящиеся в разные стороны опоры, то вас и порвать может начать. И именно об этом во многом три флага Джонса. Он говорит о том, что насколько мы осознаем границы той идеологии, которую даже, на первый взгляд, сознательно разделяем. Сколько в ней находится того, что противоречит нашим убеждениям, и тем не менее, нами априорно привносятся в свою жизнь. Мы постоянно делаем что-то для себя, делаем что-то против себя. В середине 20 века жил такой кинорежиссер, обычно фанаты кино причисляют к тройке самых таких культовых кинорежиссеров. Туда, понятно, входит Феллини Бергман и Буниуэль. Речь пойдет именно о Льюисе Буниуэле. И он снимает киноленту, которая называется «Ангел истребитель». Это еще черно-белый фильм, потрясающий совершенно фильм, который как раз и рассказывает аллегорию о ловушках идеологии. Там люди попадают, так скажем, в помещение, из которого они не могут выйти. Не потому, что двери закрыты, не потому, что что-то им мешает, а просто не могут. Вот это и есть работа идеологии. И когда они благополучно оттуда выбираются, встает вопрос, а далеко ли они уйдут. Финал фильма говорит «недалеко», что называется «до первого столба». И там они опять не могут выйти. Им ничего не мешает, они просто не могут. И вот в чем проблема идеологии. Когда нам кажется, что вот, теперь-то мы осознали механизмы, как нами управляли. Теперь-то мы осознали те подводные камни, которые есть в нашем обществе. Но осознав их, не попадаемся ли мы в самые сердца этой идеологии. И не являемся ли мы в такой позиции оппозиционера в еще большей степени винтиком внутри этой системы. Есть еще один фильм, порекомендую. Я уж как-то на него давал ссылку. Это кинолента, которая называется «Виртуальный кошмар». Она относительно новая. Этот фильм создавался одновременно с «Матрицей» в один год. И они похожи. Если сравнивать их с точки зрения интеллектуальной работы, конечно, это будет сравнение далеко не в пользу фильма «Матрица». Хотя «Виртуальный кошмар» супер малобюджетка. Никаких там спецэффектов вы не увидите. Но фильм потрясающий по следующей причине. Я не буду пересказывать, лучше вы его посмотрите. Он произведет сильное впечатление по самим поворотами сюжетными. Но если в «Матрице» мы видим сразу же хороших и плохих, есть правстанцы, есть диктатура. Особенно интересно, что «Робототехники», чтобы не жалко их убивать. Людей там очень жалко. Роботов совсем не жалко. Сразу понятно, кто хороший, кто плохой. Не будем же мы за роботов боевать. То в случае с «Виртуальным кошмаром» все совсем неочевидно. Потому что такие же самые повстанцы, в такой же самой «Матрице». И заметьте, он не мог быть сворован, они создаются в один год. Эти фильмы. Это лишь отражение духной эпохи. Так эти самые повстанцы являются той же частью, необходимой частью самой этой «Матрицы». они не оппозитны ей. Они только утверждают и подтверждают своим малочисленностью действенность самой по себе этой схемы. Так что вот эти три флага, три различных уровня, а естественно много видов бесконечности. Маларме. Есть удивительные стихи, которые потом были обыграны первым Гулезом в его пьесе «Складка за складкой». Мы снимаем с себя коком. Один, второй, третий, четвертый. Каждый раз снимая его с себя, нам кажется, что мы теперь свободны. А сколько этих мотков, никто не знает. И такая вот типичная жизненная ситуация. Представьте, что вы принадлежите к какой-то партии, или вы даже политик. Сколько нужно, на сколько вы готовы пойти в жертв ради того, чтобы установить мир во всем мире? Ну, предположим, это будет один миллион человек. А после того, как этот миллион погибнет, а вы не достигнете своих результатов. Добавите ли вы к этому миллиону еще сто тысяч, дабы не отступаться от возведенных идеалов, идей? Позволительно это или нет? И смотрите, если вы уклоняетесь от этого ответа, вы попадаете в белый флаг. И все произойдет так, как оно и произошло. Если вы говорите, да, позволительно, военно-высокой идее сделать то-то и то-то, вы попадаете в три флага. Сначала мы говорили о миром за всем мире, потом мы убиваем военно-мира, потом мы убиваем всех военно-мира. Потому что понятно, что этот процесс может длиться до бесконечности. История показывает, что все самые ужасные злодеяния делались во благо людей. И конкиста, и, так скажем, возрожденческая инквизиция, это же не были изуверы, которые хотели во что бы то ни стало попытать, помучать людей. Они хотели спасти, душу спасти, да, выведать истину о сатане, чтобы других спасти, своих соплеменников и так далее. То есть, в данном случае, любовь к ближнему всегда перерасталась в убийство этого самого ближнего. Идея постепенно расширялась. В центре нам показывают идею добра и блага, но не нужно судить по этой идее. Вы посмотрите, с помощью этой идеи, какие цели и какими методами добиваются. Та или иная, так скажем, милотенческая позиция. Ну, понятно, что если вы прочтете евангельский текст, то ничего окромольного вы там не увидите. Но как применялся этот текст? А самое главное, может ли этот текст применяться иначе? А это был большой вопрос. Если он применялся таким образом, значит, это и есть его среда распространения. Если Ницше применялся таким образом, как он применялся в Третьем Америке, значит, он может так применяться. И говорить о том, что у Ницше ничего подобного не было, тоже неоправдно. Хотя в самом тексте Ницше нет абсолютно ничего, что бы хоть каким-то образом отсылал нас к нацистской идеологии. То есть любая идея, постепенно расширяясь, утрачивает свои грани и перерастает, по сути, в неосознаваемое варварство. В неосознаваемый хаос, который и наиболее действенным оказывается. Потому что чем менее идея осознается, тем лучше она работает. Но самое забавное, если вы на вопрос, а можно ли во имя мира во всем мире убивать, ответите, нет категорически. Будете ли вы последователь, встав на такую позицию, и откажетесь ли от целого ряда составляющих ваше мировоззрение, которые этим жестом будут исключены. Или вы здесь скажете нет, а тут скажете да. Не попадете ли вы в изнанку этих трех флагов, где мы будем тащить по-прежнему колоссальный груз неосознаваемых убеждений. И помимо этих флагов, Джонс создает ряд работ, которые так или иначе называются мишени. Они по-разному. Именуются каждый из них зеленые мишени, еще какая-то мишень, много какие мишени. Все эти мишени являются отличными комментариями к флагу. Начнем. Мишень с гипсовыми слепками. Она тоже 55-го года, как и флаг. Все свои наиболее важные работы она создает в 50-е годы. О чем эта картина? Заметьте, как она выглядит. Мы видим мишень, и над ней расположены гипсовые слепки различных частей человеческого тела. Как бы это ни прозвучало цинично, но любая борьба за что-то является борьбой против кого-то. Нам очень часто не любят про это говорить, и на мой взгляд цинично не это признать, а цинично недоговаривать. Когда нам показывают только свет ту сторону, той или иной позиции, протемную замалочек, а у любой стороны, как известно, бывает обратная сторона. Даже у обратной стороны бывает обратная сторона. Еще не факт, что она будет та же самая, что у прямая сторона. Значит. И Джонс показывает, что любая наша борьба, любое наше действие есть не просто действие за что-то, но действие против кого-то, а конкретно против человека. Против другого с большой буквы. Вот возьмем совершенно безобидный пример. Победа на конкурсе каком-нибудь в области искусства. Вот выиграли бы какой-нибудь престижный конкурс. Почему престижный? Потому что, если не престижный, то само действие будет настолько маленькое, что оно не обсуждает. Да и речь быть о нем не должна. Выиграли бы, не знаю, конкурс Чайковского, допустим, или конкурс Королевы Елизаветы Милисовой. Этим самым можете ли вы причинить кому-то вред? Является ли это ваша победа победой против кого-то, над кем-то? Конечно. То есть, если этот конкурс статусный, если он зачем-то нужен, то вы тем самым с помощью него занимаете определенную нишу в обществе. А это значит, что кто-то ее не занял. И это может сказаться фаталиной не только на этом человеке, но и его ближним окружением даже. Это оставляет существенные волны. Такой поступок. В таком случае можно подумать, если любой наш ход, если любой наш шаг, есть шаг по головам других, давайте потратим всю нашу жизнь на помощь ближнему. Мы будем много работать, почти всю свою зарплату будем отдавать бедному или в какой-нибудь фонд. Будем фактически святым, таким ходячим. Является ли это жестом против кого-то? Является. По-прежнему. Представьте себе следующую ситуацию. Вы работаете, отдаете там большую часть своей зарплаты на бедных, но по чьим головам вы теперь идете? По головам тех, кто это делал до вас. Предположим, люди жертвовали там половину своей зарплаты на бедных, и тем самым устанавливая высокий этический стандарт. И устанавливая этот высокий этический стандарт, они занимали высокую моральную нишу в обществе. Их капитал не монетарный, их капитал морально-нравственный. Когда вы начинаете тратить, отдавать 75% своей зарплаты на бедных, их вклад обнуляется. Вы устанавливаете более высокий стандарт, тем самым, ну не только вы имеете возможность вскормить целую кучу нищеброда, который пойдет кого-то резко убивать, куда пойдут ваши деньги, этого не узнает никто. Но вы этим самым, в самой этической жизни, идете по головам других. То есть даже религиозно-нравственная деятельность, она все равно является деятельностью, где один является по отношению к другому конкурентом. Представьте себе следующую картину. Допустим, кто-то начинает во имя благо людей, всего мира, работать очень-очень много. Вот такой некий современный стахановец. Казалось бы, вот что плохого он делает? Он там весь день пашет, производит какой-то весьма важный продукт. Если человек работает значительно больше других, это значит, он этим показывает, что так работать можно и даже нужно. Тем самым, другие должны дотягиваться до этого уровня. А те, кто дотянуться не могут, работы лишаются. Лишаясь работы, они могут даже прогибнуть. Вот вам и весь запал с первой, на первый взгляд, позитивный, но который имеет также свою теневую сторону, также свою цель. Цель борьбы с другим человеком. Это не значит, что есть только борьба, а это значит, что она неизбежна. Как бы, куда бы мы ни целились, мы целимся в человека, в другого человека. Как бы это страшно ни звучало. Представьте себе следующую ситуацию. О ней будет иная картина. Картина с зеленой мишенью. Ну, трудно себе представить, что такие движения типа Greenpeace, или движения за различные формы сохранения планет, разелинейные и так далее, что может быть более безобидного, чем такие партии. Но разве их мишенью не является все тот же человек? Ну, предположим, за что может бороться тот же Greenpeace? За закрытие какого-то предприятия. А если это предприятие вообще в этой местности является единственным? Его закрытие приведет не только к разорению его владельца, оно приведет к лишению рабочих мест. И эти люди действительно могут спиться, могут податься в преступный мир, могут просто погибнуть. Запрет на охоту или рыбалку в той или иной местности также может повлечь за собой результаты в виде гибели людей. Да, эти животные не погибнут, могут погибнуть люди. Это не значит, что я оправдываю отлов редких видов рыб, или брекомерничества, или загрязнение окружающей среды. Я показываю лишь то, что любая борьба, даже за сохранение чего бы то ни было, является не только борьбой за, но и борьбой против чего. Что делает тот же самый Голинпис и Женера? Они вывешивают у себя на сайте фирмы или конкретные продукты, которые используют генетически модифицированные объекты. А что это делает? Это делает, играет такую роль оттока покупателя у этих фирм. То есть фирмы тратят огромные деньги на рекламу своей продукции, а это своего рода антиреклама их продукции. Более того, мне нет никакой гарантии, что генетически модифицированные продукты вреднее, чем не модифицированные. Таких исследований нет. Все эти исследования фрагментарны и не носят некого серьезного обобщающего характера. Когда люди питались естественной пищей и природа была не загрязнена, мы жили, как известно, 2-3 раза меньше, чем сейчас живем. Наверное, это было очень полезно, но к 20-30 годам человеку уже были почти черные зубы, понятно, как пахло изо рта, что поэтому если девушка не выходила замуж до 20-ти, тем более, до 30-ти, шансов в нее не было абсолютно никаких. Потому что это было лишь некое убогое подобие человека, на которое можно смотреть с определенного расстояния. Вот тогда продуктов генетически модифицированных не было. И загрязнена среда не была ни разу. Только почему-то сейчас мы живем все по 100 лет, и способны и детей рожать, когда в 40 уже начинают рожать. Эта дата все время отодвигается, отодвигается, а до 40 раньше не каждый доживал. Напомню, что в эпоху Моцарта три ключевых композитора Моцарт, Розетти и Йозеф Мартин Краус все жили по 30-36 лет. Не был феномен Моцарта, просто тогда столько жили. Тогда же медицина другая была. Да, безусловно. Но нет никакой гарантии, что эти самые так называемые естественные продукты делаются в гигиеничных условиях, и что это вообще допустимо, их потребление человека. Любой продукт, понятно, что мы кормим не только себя, но и тех организмов, которые в нас живут, и так далее. И чем это для нас чревато таких фундаментальных исследований, Я не хочу сказать, что это плохо, я хочу сказать, что у меня нет, так скажем, определенного убедительного доказательства, чтобы я принял гибельную позицию. хорошо ГМО это или плохо, я не знаю. А если я не знаю, мне по большому счету все равно. Или как пользуются рекламой, если человек видит одинаковый продукт с витаминами и без витамина, он гарантированно купит тот, который с витаминами. Хотя, понимаешь, что такое витамины? То есть, какое есть доказательство, что вам эти витамины нужны. Есть так же, как и минералы. Это элементы периодической системы Менделеева. Есть у вас перебор этих составляющих в организме. То есть, ничего, кроме вреда, вам этот продукт не принесет. Но, когда вы видите некий бонус, такую добавку, то есть, такое же молоко, но с витаминами, человек предпочитает за те же деньги взять с витаминами. Хотя, вполне возможно, что оно вреднее. Почему я это все говорю? А говорю это все к тому, что любая идеологическая модель, которая даже зиждется на самых естественных, казалось бы, основаниях, все равно целит против человека. Не только за что-то, но и против кого-то. И этот лук, это все та же самая мишень. Потому что не может быть, как вы уже помните, никакой нейтральной позиции. Не может быть никакой естественной позиции. может быть только одна позиция, та, которая господствует, или изощренный способ ей противостоять. Опять же, только изощренный способ ей противостоять, асимметричный, способен действительно ей противостоять. Вертует Брехт как-то в одной из своих стихотворений писал стихи, они очень политически ангажированы, что в русле флага будет, но они очень глубокую мысль говорят. Он пишет, дождь никогда не пойдет вверх, а классовый враг всегда будет классовым врагом. Понимаете, можно сколько угодно выкорчевать из правых левых, остаются только правые, тем самым мы после того, как выкорчеваем всех левых, начнем корчевать из правых тех, которые полевее. Когда выкорчеваем их, из самых-самых правых начнем корчевать те, которые полевее. И так до бесконечности. Если есть черный и белый, мы убрали черный, черным стал серый. Убрали серый, черным стал темно-белый. И так до бесконечности. Понимаете, Потому что самое-то страшное дело даже не в том, что невозможно убрать противоположность, а что саму противоположность можно увидеть только либо с одной, либо с другой стороны. Либо со стороны правых, либо со стороны левых. И деление само между правыми и левыми, это можно произвести либо с одной, либо с другой стороны. И эта линия пройдет по разным местам. И мы подходим к главной работе Джонса, которая, на мой субъективный взгляд, главная, то есть не хочу сказать, самая, конечно, главная, самая известная, это флаг. Самая, на мой взгляд, интересная его работа называется Штора. Итак, я этой зимой имел счастье выбраться в музей Людвига, Людвиг это был коллекционер поп-арта и посмотрел большое количество работ в этом направлении в подлинник. И могу вам представить даже фотоотчет, как это по отношению к росту человека выглядит. Я всегда стараюсь фотографировать по возможности картины с человеком, потому что, когда мы видим просто вот эту картинку, даже по считыванию размеров представить на самом деле это достаточно сложно. Когда мы видим ее по соотношению к человеку, сразу понятно размер полотна. Что это за работа? Сверху картины мы видим, правда, настоящую ровную штору, которая прикручена, вот, к холсту, и она спущена, спущена она вот до суда. Первая идея, которая приходит на ум, то, что это от нас что-то скрывает, по типу флага, что есть некая идеология, она вот тут какую-то грязь показывает, дырунду какую-то, а там, за этой шторой, самый настоящий мир, тот самый мир, в который мы стремимся, нам его не дают. Жидомасоны, иллюминаты, инопланетяне, еще мировое правительство, еще бог есть кто. Но, картина выполнена с умом, и если мы посмотрим на нее внимательно, то мы обнаружим, что там, где шторой ничего не закрывается, где мы видим сам холст, как таковой, все выглядит абсолютно так же, как на самой шторой. Это эталонное воплощение идеи обскурантизма. Обскурантизм – это не сокрытие чего-то подлинного, наподобие философии подозрения, когда вот вы думаете, что это для этого-то делается, а на самом деле вас используют для своих корыстных целей по-другому. Напротив, обскурантизм подлинный – это возникновение иллюзии, что от нас что-то скрывают, и это скрывать-то, собственно, нечего. И на самом деле сюда можно отнести все мифы об иллюминатах, жидомасонах, мировом правительстве, такие большие мифы, а можно маленькие мифы. О том, что человек использует там сколько-то процентов своего мозга, о том, что у человека богатый внутренний мир, о том, что каждый человек уникален и так далее. То есть целый ряд мифов, которые, что мы просто не можем пробиться к своей уникальности, потому что там блоки определенные ставят, потому что нам препятствует общество быть такими, какие мы хотим. Есть еще совершенно уникальный миф о сексуальности, о том, что это миф Маркуза. У него была такая знаменитая книга «Эрос и цивилизация», она много шумно делала в 20 веке. На самом деле работа, не хорошо так говорить о крупных философах, но работа, в большом случае, пустая. Понимаете? Потому что идея Маркуза следующая. То есть человек должен, человек может состояться как подлинная личность, если он не будет скрывать свою сексуальность. А сексуальность его подавляется обществом. Обществу ему навязывают определенные каноны. Если «Эрос» освободится, это не значит, что будет все дозволено. Он организуется в некое эталонное общество иного типа, и тогда человек будет и свободен, и государство не будет его кастрировать. Однако, как показывает практика, показывает практика глубоких наблюдений, типа Лакановская, то есть человека кастрируют, человеку запрещают то или иное действие, не внешние силы, не государство, а просто отсутствие внутреннего потенциала. Он просто не может. У него, да, то есть «Эрос» не принадлежит человеку. Замах у «Эроса» колоссален. Человек не может его реализовать. Не потому что ему кто-то запрещает, а просто потому что он не антропоморфен, он не человекоразмерен. То есть весь замах на освобождение сексуальности реально не привел ни к чему. Это абсолютно пустышка. Пустышка, да, такая же, как пустышка, как мифы о бесконечных возможностях нашего мозга, или же домосонском занятии. То есть, получается, человек готов поверить в все, что угодно, что его подавляет правительство. Он готов поверить в том, что неведомые ему силы, там, инопланетные, возможно, да, ведут его цивилизацию к катастрофе. Или что американцы проплачивают упадок российской культуры. Да, таких мифов может быть сколько угодно. Человек готов верить даже в катастрофу, чтобы не признать одну простую вещь. Скрывать просто нечего. Вот что он видит, то и есть. И самое страшное не то, что нас какие-нибудь иллюминаты ведут к неведомым для нас целям, да, а в том, что там наверху, так же, как и внизу, тоже никто не знает, что происходит. Тоже никто не знает, как этим управлять и что с этим делать. Вот этого человек и боится. Боится больше всего на свете. И боится это признать. То есть, не только страшные мифы о мировых правительствах, но и мифы сказки о том, что может на самом деле человек, если бы его там не подавляли и так далее. Вы наверняка смотрели такие киноленты, как «Область тьмы» или «Люси», что человеческий мозг способен в тысячу раз больше, чем это, так скажем, мы реализуем. Только для этого нужно подобрать ключ. Вера в оккультную мудрость оттуда же проистекает, что каждый человек в душе репоттер. Только не хватает лесточки из Хоббарца и волшебной палочки. Дирижерское не помогает. И в данном случае, если мы обратимся, правда, к серьезным исследователям, такие как Дэнил Дэннет в области когнитивистики, в области изучения сознания, то окажется, что экспериментальные данные подтверждают обратное. Того, чего мы сознательно не учили, вспомнить мы никогда не сможем, потому что мы его и не запоминали. Никаким боковым зрением мы ничего не видим. То, что нам кажется, что мы там видим, это иллюзия виденности. Эту иллюзию нам создает мозг для того, чтобы просто не показывать черный экран. И обмануть то, что мы видим боковым зрением, человек настолько легко, что даже смешно становится. Что, собственно, и демонстрирует всегда Дэнил Дэннет в своих экспериментах. То есть наше сознание очень точечно. Даже то, что мы видим перед собой, мы никогда не видим целиком. Но большую часть мы по рефлексии сохраняем того же самого, что было до этого. А взгляд, бегая, концентрируется на крошечной точке, только которую и воспринимает. И то воспринимает худо-беглый. И, соответственно, как бы парадоксально ни звучало, но миф о том, что мы используем 2% от нашего мозга, создан всеми 100% из мозга. И ничего больше этот мозг создать не мог. Это совершенно гениальный комментарий к флагу. Он показывает, насколько глубже флаг, чем просто обращение к позиции идеологии. Вот это не то, что вы ничего не видите, кроме американской мечты. Нет. И заметьте, Джонс изображает не какую-то символику какой-то конкретной партии. То есть, допустим, если бы это было у нас, то российский флаг не является символом какой-то партии. Он символизирует все государство. А в нем могут быть и оппозиционные партии. Это и место. Это и эпоха, и время. Вот этот флаг. Понятно, что в Древнем Египте его не было. Само государство имеется в историческую конструкцию. И внутри этой конструкции мы и находимся. И она является, грубо говоря, не только сокрывающей, но и априорной. То есть, она первична по отношению к тем суждениям, которые мы выносим. Мы уже попали в нее. И чтобы это до конца раскрыть, я обращусь к последней картине Джонса. Картина, которая относится уже к 21 веку. Она написана относительно недавно, в 2009 году. И она называется «Фрагмент письма». Что мы на ней видим? Ну, здесь есть текст некий. С другой стороны мы наблюдаем текст глухонемых. Такой жестикуляция. Помимо этого мы видим в рентгеновском излучении человеческие руки, ноги. И помимо прочего мы видим символы «это круги», причем вращающиеся в противоположном направлении. Что есть фрагмент письма? Мне кажется, что эта картина ставит перед собой задачу сокрушение самого главного мифа за всю историю человеческой цивилизации. Это мифы о начале и конца. Этот миф из человека неискоренен. Человек абсолютно убежден, что во что бы то ни стало, должно быть начало, у чего бы то ни было. И обязательно будет конец. Но представьте все следующее. Человек рождается. Даже момент его рождения является ли его началом? Нет. Он обусловлен на генетическом уровне. И его родители вписаны уже в целую сложную сеть исторических ситуаций. Даже просто родившись человеком, гипотетически предполагая рождение, этот человек уже вписан в сеть человеческого письма этой эпохи. Начала нет по определению. Начала нет даже у самой Вселенной. Потому что если мы считаем большой взрыв началом, это значит, что должно быть наблюдающее сознание, которое предшествовало большому взрыву. И когда оно видело, как он произошел, мы это фиксируем как начало. Но вот в чем парадокс. Если оно было, уже начало не было. Если было сознающее сознание, наблюдающее сознание, которое видело начало, значит, начало не было. А если не было этого наблюдающего сознания, значит, начало по-прежнему не было. Поэтому начало не может быть по определению. Но может ли быть конец? Представьте себе следующее. Все вы наверняка смотрели достаточно такую причудливую инициативу BBC в виде фильма «Что будет с землей после того, как не будет людей». Столько-то лет, столько-то лет. Совершенно фильм, конечно, абсурден до предела, потому что если людей не будет, то с землей не будет ничего. Потому что сами категории, в которых фильм представлен, категории сугубо человеческие. Если не будет наблюдающего сознания, естественно, с ней не будет ничего. И таким образом предполагается, что мы-то останемся, все остальные умынут, а мы посмотрим, что будет. Но вот если мы останемся, это тот же парадокс, что с началом. Если мы наблюдаем конец, значит, конца не произошло. Мы-то есть. А если мы исчезаем, значит, конца вдвойне не может быть. Потому что конец и начало – это категории человеческого жизни. Самих по себе их не существует. Если человечество погибнет в один прекрасный мир, это не значит, что наступит конец света. Это значит, что всего лишь этот самый свет станет бесконечным. Потому что эти категории исчезли. И куда мы попадаем? Мы попадаем в фрагмент письма. Мы попадаем в письмо. Письмо – это тайно. То есть наша речь, наши жесты, все, что мы делаем, любая наша деятельность – есть письмо. Письмо в широком смысле этого слова. Это знаковая система. И мы попадаем изначально в уже сложившуюся ситуацию. Не мы заварили ту кашу, в которую мы попадаем. И самое забавное, что и есть-то ее нельзя, эту кашу. И выкинуть ее нельзя. И приходится в ней что-то менять и передавать другому. А следующее поколение, оно будет ли радо, в какую сторону мы эту кашу изменили, да? В какую сторону мы повернули наше настоящее – далеко не факт. Понимаете? Это все время пластичная, гибкая составляющая. Это одни сплошные середины. У них нет ни начала, у них нет ни конца. Это саморазворачивающийся текст, как разворачивается вселенная после большого взрыва. Он разворачивается, и что с ним делать, не знает никто. Мы просто являемся персонажами анонимного произведения, у которого нет ни начала, ни конца. Его довести даже ни до какого логического предела нельзя. Понимаете? Мы просто туда включены. И интересен, с одной стороны, момент рюнгеновских лучей, да? То есть, что делает рюнгеновский аппарат? Он высвечивает то, чего не видно на поверхности. Он высвечивает остров, кость, да, скелет. И, соответственно, это знаки и есть скелет нашего мира. Но эти знаки фрагментарны. И символ круга. Что означает круг? Круг не имеет ни начала, ни конца. Он может расширяться до бесконечности, как вселенная. Он может сужаться до бесконечности, как ученые находятся в более и более мелких частицах. Да, квантовый мир. И, соответственно, что есть этот круг? Это и есть, как ни странно, нецелое. Это фрагмент. Почему фрагмент? Потому что для того, чтобы быть целым, у него должно быть то, что ему противоположное. А ему ничего не противоположное. Единая типа пароменида может быть единым и целостным, только есть то, что является небытием. Это небытие имеет в качестве границы. Бытие, оно из него начинается, в него оно может уйти, чтобы перейти в небытие. Будет начало, конец. Есть границы. А если ничего, кроме этого самого бытия, нет в принципе. Не будет ни начала, ни конца. И тем не менее, оно является фрагментом. Оно является серединой. Как бы это сложно не было воспринять. Мы живем исключительно в череде середины. И, пожалуй, вот эта работа показывает, насколько живо еще мышление художника. То есть он с 30-го года рождения. Он был 79 лет, когда он нарисовал эту, создал эту картину. И, безусловно, достоинство Джонса в том, что он обращается именно к искусству, которое несет идею. Не просто искусству, которое будет приятно для глаз. Хотя все его картины совершенные эстетически. Если бы это была только идея, он бы не был художником. Он был бы политиком, кем угодно еще, но только не художником. Это картины, которые через краски, через холст, через калаш выражают идеи языком искусства. И для нас это, наверное, важно и значимо. Так как я бы хотел, чтобы вы научились анализировать в принципе таким же образом любые половины. Вот я останавливаюсь только на живописи современной, живописи 20-го века. Потому что ее, вы знаете, наименее хорошо. А именно в эту эпоху мы живем, именно эти проблемы стоят перед нами. Проблемы, которые стояли в свадьбе Фигера, перед нами не стоят и не могут встать по определению. Потому что нет самого того строя, который эти проблемы создавал. Проблемы современного искусства отражают нашу реалию, и ее нужно решать. Поэтому я бы хотел не просто, чтобы запоминали ту информацию, которую я говорил. Поверьте, я проинтерпретировал эти картины за день. Я подобрал какие-то работы и попытался словами рассказать то, что я в них вижу. И заметьте, я не просто придумывал какие-то мысли. Я опирался на идеи, возникающие у философов, социологов, параллельно в это же самое время. А во-вторых, я старался показать работы, интерпретируя их содержание. А не навязывая им что-то, чего в них не заложено. Помимо этого, я ни разу не обращался к высказываниям самого художника. И это тоже не случайно. Помните главную аксиому? Что в наибольшей степени результативно то, что вы мне осознаете. И если вы будете говорить, что художник говорил то-то, то-то, а на самом деле вы видите то-то, то-то по объективным причинам, то есть он вращался в кругу, допустим, с таких-то мыслителей, в эту эпоху было принято то-то и то-то, то корректно заигнорировать слова автора. Это не значит, что так нужно делать всегда. Слова автора нужно всегда принимать вращу. Но это не значит, что то, что осознавал автор, является целиком флагом этого творчества. Да, это может лишь маленький первый флаг. Но более того, мы никогда не знаем контекст высказывания. Зачем это сказал автор и кому это сказал автор. Мы привыкли, что бывает некая объективная истина. Думаю, Джонс это полностью выветрил из головы вашей. То есть никакой объективной истины нет. Еще в начале 20 века, когда не в начале, во второй половине 20 века, в начале 20 века эти письма создавались, я имею в виду переписку Юнга, когда она была опубликована, многие люди были в шоте. То есть разным людям он писал чуть ли не прям противоположные вещи. Можно с одной стороны обвинить этого человека в двуличии, а с другой стороны это был крупнейший психолог. И на мой взгляд, этот человек писал правду. Только он не понимал, что правды как таковой не бывает. Что для одного человека вот это будет адекватно отражать ситуацию, а для другого прям противоположно. Потому что самой по себе ситуации нет. Сама по себе ситуация влечет целый ряд ассоциаций. У каждого человека они разные. Если Юнг знал, кому он пишет, то, так скажем, действие этих писем вполне возможно, чтобы было идентичным. Понимаете? И, соответственно, то же самое можно сказать и о художнике. Да, художник кому-то в переписке что-то сказал о своей работе. Является ли это исчерпывающей характеристикой его работы? Нет. А может ли он творить неосознаваемо? Да запросто. Я вам уже сегодня показывал, что есть саморазворачивающееся письмо. Что такое автор? Это точка-маркер. По автору мы определяем стиль высказывания. Принадлежит он автору? Нет. Он принадлежит письму любой. Так может ли в полной мере автор осознавать сам стиль эпохи, само письмо? Никаким образом. Он может лишь подбирать для его раскрытия корректный профессиональный инструмент. Но полностью осознавать, в каком флаге мы живем, мы, к сожалению, этого не сможем никогда. И не сможет никогда это никто. Лишь в последующие поколения можно претендовать на большую объективность по отношению к предшествующей эпохе, чем по отношению к своей собственной эпохе. Итак, очередной представитель Фопа-Арта, о творчестве которого пойдет сейчас речь, это Рой Лихтенштейн. Рой Лихтенштейн один из наиболее крупных представителей этого направления в Соединенных Штатах. И перепутать его творчество, чем бы то ни было еще, наверное, наиболее затруднительно. По стилю этого автора вы узнаете гарантированно. В чем была наиболее особенная, так скажем, черта, манеры письма этого автора, в том, что он работал с материалом комиксов. Причем он не просто создавал комиксы, этого он как раз не делал. С самим комиксом у него было отношение, так скажем, двойственное. Он материалы комиксов через проектор транслировал на холст, угробнял тем самым, что позволяло ему увеличивать растр, то, что сейчас в компьютерах называется пикселами. И тем самым само изображение преображалось. Мы видим не просто типизированные лица тех или иных комиксных персонажей, мы видим материю, из которой они состоят. И я бы сказал, что ключевым вопросом, философским вопросом для творчества Лихтенштейна является следующее. Что является наиболее объективным в вещи, в любой вещи или в субъекте, для другого субъекта тоже в вещи. Ну, кажется, что объективным может являться то, как предмет используется. Например, вот эта авторучка, она создана для того, чтобы ей писать. Она максимально для этого приспособлена, чтобы не пачкать, у нее убирается стержень. Она оптимизирована под руку, она может быть прикреплена к бумаге или к рубашке, к карману. Однако, если вы отдадите эту авторучку в культуру, никак не связанную с нашей, допустим, это будут какие-то примордиальные народности Амазонии, то вполне возможно, что эта ручка отличным станет инструментом, чтобы проткнуть глаз ближнему своему. То есть, сама по себе, она, скажем, является авторучкой только для нашей культуры. То есть, она попадет в культуру еще более далекую, не антропоморфную, если это вообще корректно называть культурой в таком случае. Например, для какого-нибудь животного, это та же самая палка для собаки, которая выступает в роли альтернативы кости. И, естественно, говорить об объективности с точки зрения того, как используется та или иная вещь, не представляется возможной. Любая вещь, даже очень заточенная, максимально заточенная под что-то конкретное, допустим, микроскоп, отлично может быть использован дикарем для забивания гвоздей. Прослужит он недолго и будет выполнять эту функцию хуже, чем молоток, но, тем не менее, может быть. Так что объективности в целевой, в целеполагании вещи нет. Другой ответ на этот вопрос, вещь может считаться красивой или некрасивой. Особенно, когда речь идет об искусстве, одной из основных критериев является красота. Думаю, тут даже объяснять не нужно, что объективности здесь нет никакой. Объективность это меняется, в кавычках, объективность от века к веку. То, что одному кажется красивым, другому кажется безобразным. И даже то, что всем сейчас кажется безобразным, спустя 200-300 лет может показаться красивой. То есть ни цель, ни эстетические качества, заложенные вещи, не являются и не могут даже претендовать на роль объективных. Единственным объективным мерилом является, как это ни странно, материал. То, из чего эта вещь сделана. И именно материал становится темой для творчества всех картин Аруэя Лихтенштейна. Материал определяет наш быт. Он определяет в свою очередь наше мышление. А наше мышление отражается на нашем искусстве. И это максима отсылает нас к одной весьма интересной категории. Помните, мы с вами когда слушали лекцию «Слово и Жижико» о трех категориях лакановских, символическом, воображаемом и реальном. Относительно реального очень многие заблуждаются, так как и лакан, и жижик определяют реальное как то, чего мы не можем никаким образом воспринимать. То, что для нас недоступно. И вот тут начинаются всякие коммерческие спекуляции не у этих авторов, а, так скажем, у тех, кто их недоконит. Что это реально, это нечто вроде шестого чувства, что оно населено призраками и духами, что тут рядом с нами различные измерения, которые мы не можем никак оценить и понять. Это как раз мы себе представить можем с запрест, что в киноленте ее реализовано. Ну, у меня в шестом чувстве имеет это. То есть это как раз нереальное, а самое что ни на есть воображаемое в чистом виде. А реальное, согласно Алену Бадью, которого я вам дал на семинах читать, а Бадью считает себя учеником лакана, в духовном смысле. Но Бадью говорит о том, что подлинное, реальное – это материал, форма и местоположение. Все. Вот так мы видеть мир не сможем никаким образом. Но именно таким он является на самом деле. То есть и мир есть какой-то на самом деле. Просто как бы мы ни пытались это себе помыслить, мы это себе помыслим каждый по-разному. То есть это все равно будет категория воображаемого. Но, однако, объективным остается топос, местоположение предмета, его объем и то, из чего он состоит. Вот это не поддается интерпретации. Но это и не может быть помысленно. Мы не сможем никогда помыслить в таких категориях, окружающих нас миром. И к этой проблеме обращается Лихтенштейн. Обращается в то же самое время, что и Лакан. Хотя я очень сомневаюсь, что Лихтенштейн в Америке знал о Лакане, который в это же время в Париже работал. Понимаете? Это говорит о проблематике времени как такового. И его картины посвящены проблеме материала. Одна из самых известных, первая, о которой мы обратимся сегодня, называется «Желтые и зеленые мазки». Как вы понимаете, между поп-артом и абстрактным экспрессионизмом было не то, что эпистемологический разрыв. Между ними была война. Реально. То есть это абсолютно разные парадигмы. Более того, как бы нам не казалось сейчас, что комиксы Роя Лихтенштейна больше похожи на Леонардо и Тициана, чем Джексон Поллок и Родко, на самом деле наследниками Леонардо и Тициана является Джексон Поллок и Родко. А поп-арт принципиально иное искусство, которое принципиально иную позицию ставит художника. Так же, как авангард в области музыки является продолжением романтической традиции, в то время как минимализм прямо противоположен. То есть здесь речь идет о совершенно иной постановке вопроса об авторе и его материале, из чего он делает произведение искусства. Ну, не нужно долгих отступлений, чтобы объяснить следующее. Для экспрессионизма, и для абстрактного экспрессионизма прежде всего, главной ключевой категорией является эмансипация мозгами. В нем якобы заключено все содержание авторского мышления. Это и есть тот штрих, по которому мы можем определить, кто создал эту картину. Это и есть самое сокровенное, что есть в картине. Не то, что она изображает, а вот этот особый почерк. И поэтому живопись и смогла утратить объект изображения, став абстрактным. Но она не утратила, а скорее вывела на первый взгляд почерк художника. Но как над этим иронизирует Рой Лихтенштейн? Рой Лихтенштейн делает совершенно фантастическую вещь. Перед нами два крупных мозга, причем мозги выполнены как раз в такой манере, отсылающей едва ли не к Джексону Поллоку. Тут видите, это явно капли, которые от брызгат краски. Но что это за картина? Весь ее фон выполнен в комиксной манере растрата. Это точечки, 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 точечки. Если укрупнить эту картину сильно, то вы увидите, что эти точки, если ее в оригинале смотреть, очень крупные. То есть, получается, я бы даже сказал большее, то, что эта картина в полном смысле слова оживет, когда она, наконец, перейдет в печать. Кстати, неудивительно, что именно эту картину разместили для оформления альбома по поп-арку. Это святая святых поп-арку. Даже не Энди Уорхол, такой культовый персонаж, а Рой Лихтенштейн. Энди Уорхола вы не всегда узнаете. А Рой Лихтенштейна не узнать сложно. И о чем эта картина? А картина о том, что и эти точки в комиксной манере, и мазок им ставятся как рядом положено. Это одно и то же. Понимаете? То есть, он упраздняет культ творца. Культ творца, который еще есть в экспрессионизме. Который есть в музыкальном авангарде. То есть, все направления, которые, на первый взгляд, для нас кажутся неблагозвучными, резкими, слишком «современными», в кавычках, они, на самом деле, продолжают старую линию. Они продолжают линию художника и же творца. То есть, художника, который создает нечто. А поп-арт ставит принципиально иную позицию художника. Художник – это тот, кто работает с материалом. И здесь, если вы выбираете масляную краску, вы получаете такую картину. Если вы выбираете печать по типу комикса, вы получаете такой объект. Если вы выбираете голограмму для того, чтобы создать произведение искусства, оно будет отличное от фрески и отличное от гравей. То есть, Рой Лихтенштейн демонстрирует совершенно потрясающую вещь. То, что искусство не является плодом фантазии художника-творца из небытия, из некой абстрактной материи глины, создающей мир, а со-автором, со-творцом с самим материалом. И этот материал в такой же степени он не нейтрален. Вот что он показывает. Материал не может быть нейтрален. От выбора того, с чем вы работаете, вы получаете разный результат. Если это инкаустика, то, простите, результат у вас будет один. А если это, опять же, голограмма или мультимедиа, то результат у вас будет совершенно другой. Но, если даже и не говорить, многие интерпретировали эту картину как откровенную, прям сарказм, осмеяние абстрактного экспрессионизма. Мне кажется, что все-таки здесь речь идет о уравнивании. Он лишь показывает, что в какой бы манере мы ни работали, мы являемся со-авторами вместе с материалом. Но, если посмотреть другие картины Лихтенштейна, которые мы сейчас перейдем, то будет видно, что на сколько на наш интеллект влияет материал. И сколько там остается этого авторского в нас, когда мы обращаемся к тому или иному материалу. Это тоже еще большой и большой вопрос. Следующая картина, которую я бы хотел показать, здесь в наибольшей степени видно Растре. Она как раз и показывает манеру Лихтенштейна, его манеру письма. Это укрупнение комиксных изображений. То есть, грубо говоря, что он делает? Он демонстрирует не изображение, а технологию его. То есть, сам по себе комикс убог. И это изображение само по себе убого. И более того, в интервью того же Лихтенштейна вы многократно встретите речь о том, что комиксы безвкусны, и я пытаюсь их улучшить. Но как он их улучшает? Он показывает то, из чего они состоят. Он не пытается их улучшить в смысле сделать более психологизированными, более глубоко прочертить выражение лица героев. Нет. Он их улучшает, демонстрируя то, из чего они состоят. И они неожиданно обретают смысл. Но другой смысл. Вот как выглядят его картины в рост по размеру. Они достаточно крупные. То есть, в случае, эти растры, это прям пятна огромные. То есть, не заметить их невозможно. Давайте обратимся к этой картине. Что мы здесь видим? Мы видим крушение мифа искусства. Мы видим античные колонны. Они упали, они разрушены. И на колонне, которая обращена к нам лицевой стороной, своей вершиной, мы видим знак тайцы, знак инь-ян. Что это может нам сказать? А говорит это следующее. То есть, для древнего мира автор был не только тождественен богу-творцу. Именно так он и манифестировал себя. То есть, это творчество. То же самое слово имело, как и единственный творец. И в то же самое время оно было завязано на неких метафизических энергиях. То есть, не материя определяла форму и тем более содержание, а некий либо смысл античная логика, либо азиатские мистерии неких энергий. В данном случае еще и гендерно окрашены. Но в 20 веке, так скажем, сексуация разделяется между гендером и совершенно отдельными категориями. То есть, допустим, тот же самый Александр Смулянский уже вводит такие сексуации, как ребенок, интеллектуал. То есть, не деля что-то на мужское или женское, которые по определению могут организовать нечто в какую-то форму. Нет. Более того, если вы внимательно прочтете Фрейда, уже у него понятие пола и сексуация разделяется. Иначе бы не было этих четырех стадий. Оральная, анальная, генитарная. Помимо этого, Лакам туда еще добавил голос. То есть, слух и голос, да, и взгляд. Мы уже имеем шесть типов сексуаций, а теперь вы их помножьте на гендеры, на два пола, на ребенка, на интеллектуала. И сколько вы получите типов этой сексуации? И оказывается, что сексуация зависит не от вашего рождения, тем самым эти метафизические энергии определяют то, как вы будете себя вести и то, что вы будете делать. Там женский роман, например, существовал, женское творчество. Ничего подобного. Оказывается, что сексуация определяется мытами. Контекст наш. Например, иначе будет невозможна сексуация интеллектуальной. Нет такого пола по рождению. Однако, как уровень отношения человека к его наслаждению, да, а что есть сексуация? Отношение человека к его наслаждению и отношение человека к его нехватке. Все. Таким образом, и женщина может занять любую нишу из вышеперечисленных, в том числе как с мужской стороны, так и со стороны ребенка, так и со стороны интеллектуала. И это лишь предложенные модели. Это не значит, что их всего четыре. Понимаете? Сама ткань человеческой психики раскладывается на материал, вписанный в быт. И здесь Лихтенштейн оказался впереди планеты всей, потому что в 60-е годы об этом не говорит даже Лакам. Фрейд, хотя и намечает эти стадии сексуации, тем не менее он не отделяет их полностью от пола. Для него это было немыслимо, на этом он сделал себе карьеру. Если в его обществе наиболее болезненно воспринимали тему про секс, естественно, он не мог ее отпустить. Здесь была речь не в том, что он все к нему сводил, а в том, что это была единственная форма привлечения внимания к психоанализу, а психоанализ нужно было раскручивать. Поэтому нужно было пинать туда, где наиболее болезненно пиналось. Сначала просто сексуальность, а потом сексуальность детей. Чтобы, когда уже общество немножко попривыкло, стал его пинать в другую сторону. Но если внимательно почитать Фрейда, понятно, что это просто очень грамотный ход, коммерческий ход. Без него психоанализов просто не было. Ну, у Лихтенштейна же речь идет о 60-х годах. То есть это еще не базовые семинары Лакана. Это и не 70-е, это и не 80-е. Однако речь пойдет о том же самом. Заметьте, какое здесь небо, оно опять все в точечках. То есть это все небо состоит из вот таких растров. Это пикселы, прорисованные пикселами. То, на что на самом деле разваливается весь мир. На то, из чего он состоит. На его материи. Понятно, что то, что мы называем воздухом, это кислород. Он тоже из чего-то состоит. Это не пустое пространство. И это не просто голубая красочка. А в какой технике это выполнено? Это выполнено в технике, так называемой, растрирования. Это с помощью проектора увеличиваются комиксные изображения. Как правило, чужое изображение. И перерисовываются, включая увеличенные пикселы. Перерисовываются вручную. И пикселы эти даны мне везде. Замечу, что на картине, которую вы смотрели первую, желтые и зеленые мазки, сами мазки были выполнены не в пикселной технике. То есть это была реальная имитация мазка. А вот тот фон, на котором они находились. То есть получается, сколько бы художник не говорил, что его мазок свободен. На самом деле он свободен ровно настолько, насколько ему позволяет тот контекст, который он вписал. Вот и все. Тот материал, который он выбрал. И тот холст, на котором он рисует. Потому что с какой стати картина стала, так скажем, холст стал неким дождеством с миром. Он двумерный. На нем краски масляные. Вы в мире видите везде масляные краски? Я нет, например. Но если учесть, что человек может быть там с определенными нарушениями зрения, то да, он может не видеть, где дальше, где ближе. Но тогда на картину чуть больше будет похоже. На самом деле, картина является ровно настолько воплощением реальности, насколько мы к этому привыкли. Достаточно подвести к картине любую зверушку, где она же будет нарисована, и вы поймете, что реакция будет нулевая. А на зеркало будет. Вот и вся. Понимаете? То, что картина считывается, как нечто похожее на мир, это просто культурный феномен, выработанный в течение нескольких десятков веков. Вот и все. И последняя картина Лихтенштейна, которую бы я хотел сегодня показать, отсылает непосредственно к проблематике быта и тому, как он на нас влияет. А быт на нас влияет почему? Потому что на быт влияет материал. Соответственно, что на нас влияет? То, из чего вещи сделаны. То, на что мы обычно не обращаем никакого внимания. Для нас там важно, это ложка или вилка, это пахта или стул. Но на самом деле, это и не стул, и не вилка, и не ложка. Это в определенной пропорции смешанный определенный материал. И только благодаря тому, что они соединены таким образом, они и могут быть таким. Культ Лепнины, который, бум Лепнины, который произошел в определенный период европейской истории, просто, так скажем, был не потому, что тогда всем захотелось чего-то вычурного, а просто до этого никто ее не сделал. То есть, это открытие определенных технологий в области материала. Ровно как и пластиковые технологии 60-х годов 20-го века вызвали исключительно тем, что в этот момент пластик стали изготавливать в больших количествах промышленных способов. А он позволил определенные вещи делать, в том числе имитацию дерева и так далее. Это по определенному количеству пропорций в использовании пластика можно точно определить, когда создано то или иное артефакт или произведение искусства. Это может быть интерьер салона автомобиля или оформление тех или иных площадей и помещений. Что мы видим на картине Лихтенштейна? С одной стороны, мы видим знаменитую картину Ван Гога «Спальня в варле». Между картинами примерно 100 лет праздницы. Это не Лихтенштейн. Я специально просто взял две картины. Картина Лихтенштейна не состоит из двух картин. А вот картина Лихтенштейна. Она изображает абсолютно тот же самый интерьер. Но спустя 100 лет. В эпоху Ван Гога были определенные технологии. Они влияли на быт. Этот быт порождал определенный контекст, который влиял на мышление людей того века. И мы получали те картины, которые, вы видите, висят. Это картины Ван Гога. Сейчас, в конце 20 века, когда изображена, работает Лихтенштейн, 92-й год, этот же самый интерьер по новым технологиям выглядел бы иначе. И этот быт определил бы сознание художника так, что картины, как вы видите, там стали картинами Лихтенштейна. Имитация этих картин в совершенно иной комиксной манере. В манере продукта. Вместо творца человек стал оператором. Он оперирует конвейером по производству искусства. Это неплохо и нехорошо. И когда сейчас говорят многие, что нету сейчас больше таких вот великих художников, композиторов. В смысле, по качеству произведений, таких художников, композиторов миллион, которые стоят в ровне с Шостаковичем, в ровне с Пикассо и так далее. По уровню, какой они занимали в культуре как творцы, таких больше не будет никогда. Потому что творец, естественно, умер спустя 100 лет, после того, как умер сам Бог. После того, как Нитши сказал, Бог мертв. Примерно 100 лет потребовалось. Но если умер творец, значит, не может быть и творчество. Оно отсылало к трансцендентной категории. Оно отсылало к категории души и категории Бога. Если нет категории Бога, естественно, не может быть никакого творца. Может быть тот, кто оперирует у станка. Понятно, что он может это делать плохо и хорошо. Но мы же никогда не будем считать величайшим гением, как это считали того же Вагнера, какого-нибудь человека, который открыл ту или иную сиро. Его могут почитать как ученого, но ему не будут поклоняться, так как, грубо говоря, когда он умрет, по Европе не прокатится волна с университетом. Почему? Потому что он, нам кажется, что человек, который открывает ту или иную сыворотку, открывает ту или иную закономерность в мире, он всего лишь открывает некий объективный фенометр, который и без него был, просто он его смог открыть. Если бы не он его открыл, его бы открыл кто-то другой. Но представители поп-арта показывают, что в искусстве все происходит абсолютно таким же образом. Не бывает никакого искусства уникального. Искусство – это такая же объективность для каждой эпохи. Она называется понятием письма. Все мы погружены в это самое письмо. Оно столь же объективно, как вот этот стол, этот пол, или что бы то ни было еще. И тот или иной автор, будучи профессионалом, может открыть ту или иную грань письма. И естественно, открыть таким образом, каким он это сделал бы только в эту эпоху. Ну, думаю, никому не нужно доказывать, что если Бах или Бетховен родились сейчас, они бы не писали музыку, как Бах и Бетховен. Думаю, это очевидно. Просто не нуждается в доказательстве. А если это так, более того, мы уже не знаем, даже стали бы они вообще писать музыку. Если это так, то это значит, что не они создали ту музыку, которую они создали, а они ее открыли. А музыка была в ту эпоху. Это музыка письма той эпохи. Другое дело, это не значит, что каждый не пойми, кто с словарным запасом Грута из кинофильма небезызвестного, да, то есть будет писать великую поэзию. Нет. Понимаете? Это невозможно. Если человек потратил всю свою жизнь на выращивание в себе профессиональных качеств, если он обладает интуицией, верным контекстом, верным окружением, то он может открыть тот или иной закон искусства, и это назовется творчеством. Так же, как и в области естественных наук. Если, опять же, вы будете считать, что это же объективные законы, если вы абсолютно не будете считаться ни с какими дисциплинами естественными, просто придумаете какой-нибудь липовый закон, работающий исключительно для вас, то понятно, что он не произведет никакого воздействия на окружающий вас мир, и более того, по большому счету, никаким объективным законом не будет. Как в области творчества, так и в области естественных наук процессы происходят одни и те же. Они объективны, но историчны. Мы же не можем сказать, что ученые открывают на самом деле мир. Они описывают его таким образом, каким он может быть понят в каждую конкретную форму. Больше они не способны. Больше не способны никто. То же самое происходит в искусстве. Мы открываем категории, эстетические категории красоты, которые существуют в современном нам пространстве. И автор не является творцом, неким трансцендирующим стержнем в мир запредельного, а является вполне профессиональным оператором искусства. Вот это ключевая категория противопоставления экспрессионизма и поп-арта, который в первой картине мы видели, завершается тем, как человек вписан в быт. Я попробовал нарисовать вот такой круг, не знаю, видно или нет вам. там есть человек, быт, технологии и искусство. Любопытен он тем, что откуда бы вы ни начали, он не имеет ни начала, ни конца. С любой из этих составляющих мы можем начать и окажется, что именно она является стартовой. Помните, еще по инструментоведению тех, кто у меня учились, я рассказывал, как искусство породило человека. Искусство оформировало человека. То, что человек может определить свой быт, тоже понятно. Да, он его улучшает, оптимизирует от тебя. Вот. Быт и технологии. Но здесь влияние скорее можно обратное проследить. Технологии могут влиять на быт, но и быт влияет на технологии. Если человеку что-то нужно в определенную сторону, то он будет стараться развивать это туда. Другое дело, что и там оно будет расползаться таким образом, что технологии будут все-таки навязывать себя. Потому что технологии, если в эту сторону, так скажем, перспектив развития нет, а в эту сторону они большие, то понятно, что человек выберет развитие того, где есть большие перспективы. Но в данном случае выбор осуществляется самим технологическим процессом, а не человеком и его потребностям. И, наконец, то, что технологии влияют на искусство, я вам последние 20 минут пытаюсь доказать через творчество Лихтенштейна. То есть, этот круг и есть некая модель, которую я попытался выразить графически, мировоззрение и творчество Лихтенштейна как такового. Сюда же можно присовокупить все то, что я говорил на прошлой лекции по Бодрияру, о том, насколько технологии определяют наше мышление, о том, что симулятор третьего уровня это как раз симулятор, который навязывает нам наше мировоззрение. Когда материал говорит то, каким мы должны быть, то есть, именно, допустим, появление компьютеров с их бинарным кодом заставляет человека мыслить в бинарном коде, потому что это позволяет ему успешней оперировать компьютером. Ну, успешно оперировать компьютером оказывается нельзя нейтрально. Мы втягиваемся в эту систему мышления и начинаем мыслить по-другому. Появляются вопросы-ответные тесты, да, нет, и так далее, которые совершенно исключают всякие возможности полу-другому. И, наконец, следующий художник, художник весьма любопытный, художник очень интересный, потому что причистить его полностью к попарту невозможно. Более того, его вообще проблематично анализировать, потому что он настолько многим увлекался, во всем он делал весьма яркие работы, даже не скажу картины, очень часто непонятно, что это такое по жанру. Скульптура это картина, хэппининг или инсталляция. Вот. И это художник, который, несмотря на то, что наиболее значительные работы в попарте относятся к концу 60-х годов, то есть он стартовал как художник поп-арта позже Роя Лихтерштейна, тем не менее именно этот художник повлиял на Джаспера Джонса таким образом, что он стал представителем поп-арта и создал первые в истории американские картины поп-арта. То есть, грубо говоря, он как бы стоял до поп-арта, хотя сам на тот момент в технике поп-арта не работал. Его зовут Роберт Раушенберг, это тот человек, который оказал колоссальное влияние на американскую культуру 20-го столетия. Ну, из музыкальных знакомств это был один из друзей Джона Кейнджа. Он общался активно с музыкантами, а также, повторюсь, одна из важнейших фигур для становления Джонса как художника. Напомню, американский флаг Джонса, первая его работа, которую причисляют поп-арту это 1954-1955 годы. Это не только первое американское произведение в стиле поп-арт, но и первая картина в стиле поп-арт, потому что то, что мы говорили с вами о британском поп-арте, это были коллажи, это не картины. И из творчества этого выдающегося автора, из творчества этого художника я бы хотел показать всего одну картину. Опять же, сейчас вам покажу вырост с человеком. Вот она на заднем плане. Она небольшая. То есть сравните с лихтенштейновской гигантской полотном. И здесь в принципе очень скромная картина. Это музей Людвига. Людвиг один из ключевых коллекционеров поп-арт. Вот, в принципе. У входа в музей Людвига висит портрет Людвига работы Энди Вахала. Людвиг очень много сделал для развития поп-арта, в том числе и советского поп-арта. Он покупал эти картины, которые здесь особенно, так скажем, никому не нужны. Людвиг вообще уникальная фигура. Человек, сделавший себе многомиллиардное состояние на кондитерских изделиях, всю свою жизнь посвятил поощрению искусства. То есть, он скупал искусство в огромных количествах. Он в нем хорошо разбирался. Он общался лично со всеми этими художниками. Людвигу принадлежит самая большая принадлежала, самая большая частная коллекция Пикассо. С деятелями поп-арта он общался лично со всеми. Более того, именно Людвиг повлиял на то, что поп-арт занял столь важное, столь значительное место в истории искусства, потому что он его активно финансировал. И чем еще уникален Людвиг? Тем, что на протяжении своей жизни он во всех странах, во многих странах открывал абсолютно бесплатно свои музеи. Одно из наиболее известных его музеев, один из наиболее известных его музеев, самый большой музей, это музей Людвига в Кёльне. Он купил площадь перед Кёльнским собором и воздвиг там гигантское здание. Это гигантское здание полностью укомплектовано работами. В основном современными художниками. И эти аналогичные музеи, которые абсолютно передавались в ведение государства, то есть они не ему уже принадлежали, он дарил эти музеи. Единственное условие было, что все эти музеи носили его имя. Имя Петера Людвига. Все эти картины, которые видели с моим фото рядом, это все картины из музея Людвига. И соответственно Раушенберг там представлен следующей работой. Ну, думаю, вы узнали фрагмент изображения. Это Энгер, турецкие бани. Картина тоже называется турецкие бани. Напомню, как выглядела работа Уэнгера. А сверху был фрагмент ключевой для 20 века работы Кошута 1 и 3 стула. Вот как выглядит в подлиннике работа Кошута. Фотография стула, настоящий стул и словарное описание того, что такое стул. Это было первое произведение в традиции концептуализма. Что же мы видим у Раушенберга? Раушенберг ставит ключевой вопрос для живописи, чем является картина. Картина является произведением искусства или она является частью объективной реальности. И оказывается, что однозначно ответить на этот вопрос просто невозможно. Это и просто холст, краски и одновременно это произведение искусства. И отделить одно от другого просто нельзя. Если в случае с Лихтенштейном мы видели некое противопоставление, некое форсирование материальной составляющей над изображением, то здесь оказывается все несколько сложнее. Что мы видим по большому счету? Мы видим два совершенно разных направления, между которыми пропасть, бездна. Это романтизм и это концептуализм. Два разных века, два разных искусства. Там мы видим холст сам по себе, мы видим изображение доллара, и мы видим различные линии, прямые линии, которые не пересекаются. Вопреки всем законам геометрии, они не являются параллельными, однако на этой картине они ни разу не пересекаются. И это не случайно. Мне кажется, что Раушенберг хотел показать нам, что все это есть лишь части такой категории, как письмо. Мы можем сколько угодно спорить за или против, за экспрессионизм или за поп-арт. Мы можем любить романтизм и отрицать концептуализм или наоборот. Но все это рядоположенные явления. Это все формы проявления человеческого мышления, проявления его через знаки. Можно сколько угодно говорить, что пора отбросить мышление, нужно действовать, но это тоже будет мыслью. Можно сколько угодно говорить, что вся философия это ерунда, нужно забыть все эти категории и там как Дикарь Руссо жить естественной жизнью, но заметьте Дикарь Руссо это тоже философия. И идея относительно того, что все идеи плохи это тоже всего лишь идея. Вырваться за пределы системы мышления мы просто не можем. Мы находимся в знаковой системе. И даже человек объясняющийся исключительно жестами какой-нибудь дикарь с мельчайшим словарным запасом вроде эллочки людоедочки естественно тоже находится в категории знаков. Но Раушенберг не был бы Раушенбергом если бы он нашел здесь весьма изящный ход. Понимаете, просто сказать а все это одно и то же все это системы мышления это в принципе не есть слишком уж глубокая мысль. Всегда встает вопрос а кто дал право самому Раушенбергу находиться в той позиции в которой он имеет возможность оценить и сказать что все это то. если эстетика романтизма это одно со своим мировоззрением концептуализм нечто другое а почему Раушенберг где он нашел ту точку опоры которую так хотел Архимед чтобы перевернуть мир значит эта трансценденция все таки есть но Раушенберг показывает что нет что вы видите на самом деле на этих картинах вы не видите картины этих авторов вы видите фрагменты картины вы даже доллара целиком не видите знак доллара даже линии целиком не видите то есть Раушенберг показывает что у него нету некой приоритетной позиции но он говорит что с его точки зрения мы не можем выйти никуда за рамки нашего относительно ограниченного мышления мышления ограниченного знака но он не претендует на то что описывая мир таким образом он выходит на уровень объективного истины он видит лишь части этой реальности если мы взглянем на эту реальность с точки зрения романтизма мы увидим целостную картину Энгера и скорее всего стул переместится в аудиторию из которого нужно будет смотреть на эту картину а холст будет то на чем нарисована эта картина но не случайно ни одна из этих картин в том числе и линии здесь не пересекается между ними пролегает то что Гастон Башляр в середине 20 века назвал понятием эпистемологическим разрывом многие явления накладываются друг на друга не накладываются то есть они могут использовать одни и те же слова одни и те же предметы но между ними пропасть эта пропасть протекает не по предметам на совсем ином уровне и понятно что между романтизмом и концептуализмом на самом деле нет точек соприкосновения но то что между ними нет точек соприкосновения как эстетическими взглядами на них это еще не значит что все это взгляды Раушенберг рисует нам такую картину в которой грубо говоря мы смотрим на некий объективный белый мир ну во первых не знаем что он белый этого нам никто не говорил вполне возможно он какого-то другого цвета мы смотрим на него через разные очки эти очки периодически меняются но все они цветные мы можем констатировать факт изменения мира при изменении очков это нам дано но сказать что те или иные очки лучше подходят для передачи этого самого мира не представляется возможным потому что мы его самовыли и отстаивание в данном случае позиции того что вот синие очки были гарантированы верными а красные это вот ерунда как по большому счету происходят споры между поколениями между направлениями с точки зрения Раушенберга это абсурдно они просто не пересекаются они не соприкасаются нигде они соприкасаются только в качестве наблюдающего и наблюдаемого в качестве того что все это взгляды в системе знаков отсылающих к человеку и больше ни в чем и столь радикальная работа столь радикальный взгляд я бы даже не сказал что его с полной вероятностью можно причислить к поп акту Раушенберг сильно проблемная фигура если мы хотим вписать его в какое-то направление не получится однако эта работа особенно в связи с тем что здесь есть знаки поп-культуры популярной культуры и сама картина Энгера используется как некая поп-модель эта фотография причем черно-белая фотография и стул и Энгер это все-таки знаки для своей эпохи мне кажется что с определенной долей вероятности можно согласиться с критиками и посчитать эту работу за представительство за некую манифестацию поп-арт хотя повторюсь если Лихтенштейн не вызывает никаких сомнений это гарантированно поп-арт то с Раушенбергом будет весьма и весьма проблематично